За ликвидацией аварии на Чернобыльской атомной электростанции, за работой строителей, авиаторов, медиков, с надеждой следили десятки и десятки миллионов людей в Советском Союзе, в близких и далеких странах. Эти смелые, решительные, мужественные люди постоянно находились на переднем рубеже борьбы с радиацией. Самоотверженным и героическим трудом снискали они глубокое уважение и признательность всего советского народа. Сегодня Родина славит людей необычного подвига, тех, кто проявил геройство ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Да, Чернобыль был нашей общей болью, но он же стал символом победы советского человека над стихией. Член политбюро ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Андреевич Громыко, вручил высокие награды Родины героям Чернобыля. Они не считались с опасностью, своим примером вдохновляя товарищей на скорейшее выполнение ответственных задач в районе аварии. Среди награжденных Юрий Николаевич Самойленко. Он руководил группой по дезактивации кровли аварийного энергоблока. Дорогие товарищи, я благодарю Центральный комитет, нашу партию, наше правительство и весь советский народ за такую высокую оценку нашего труда. Конечно, это оценка труда всего коллектива, который работал на ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС. Работа сделана очень большая. И результат труда таков. Вы видите, Чернобыль возрожден. Я знаю, что те люди, которые работали на Чернобыльской станции, принимали участие в этих работах, они также работают и в мирном круге. Я заверяю Центральный комитет, нашу партию, правительство, что мы выполним любое задание нашей Родины. Спасибо.